13 общеобразовательных школ, 1 коррекционная, 25 детских садов и 9 учреждений дополнительного образования. Всего 48. Все эти учреждения откроют свои двери для воспитанников 1 сентября. Надо отметить, что большая часть наших образовательных учреждений была своевременно подготовлена к новому учебному году. И только позднее завершались работы капитального характера в средней школе номер 1 и в средней школе номер 9. Все остальные общеобразовательные школы были готовы к новому учебному году. На подготовку школ потратили более 30 миллионов рублей. Все учреждения обеспечены системой видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализацией. В соответствии с санитарными требованиями приведли в норму пищеблоки в школах 9 и 16. В средней школе номер 1 перепланировали медицинские и процедурные кабинеты. Отремонтировали спортзал во второй школе. В 10 и 19 школах с 1 сентября начнут обучаться по новым образовательным стандартам, которые разработаны для начальных классов. В оборудованных классах ученики не только получат хорошие прочные знания, но и научатся самостоятельно находить нужную информацию, применять полученные знания на практике, выполнять проектные исследовательские работы. Все первоклассники после уроков будут заниматься в кружках, секциях, мастерских, принимать участие в мастер-классах. Содержание учебников, система преподавания и оценки – все это должно измениться. Кроме того, начнут внедрять концепцию электронной школы. В августе этого года началось оснащение всех 48 общеобразовательных учреждений Кандалакшского района лицензионным программным обеспечением Microsoft. Это и настольные операционные системы Windows, и офисные приложения, антивирусные пакеты и другие программные продукты, которые необходимы для организации учебно-воспитательного процесса. Пять сельских школ Кандалакшского района получат современные компьютерные классы и интерактивные комплексы. К интернету начнут подключать не только школы, но и детские сады. Также на пресс-конференции обсуждался вопрос бесплатного питания – 79 рублей в день на одного учащегося. Помощь окажут не всем. Прежде всего, это обучающиеся, в семьях которых средний душевой доход за предшествующие обращению к кварталу не же величины прожиточного минимума в Мурманской области. Бесплатно накормят и тех, кто находится на учете уфтезиатора, обучается в коррекционных образовательных учреждениях и классах. С питанием помогут и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Продолжение следует...